Участники БОРН частично согласились с обвинительным заключением Владимир Политаев. Рисунок к статье. В МОСАБУ суде продолжается процесс по делу участников боевой организации русских националистов, БОРН. За решеткой в зале суда, четверо участников экстремистского сообщества. По версии следствия, Вячеслав Исаев, Максим Баклагин, Михаил Волков и Юрий Тихомиров виновны в десятках преступлений. Статьи у всех одни из самых тяжелых, участие в экстремистском сообществе, бандитизм, убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот оружия. По совокупности это тянет на большой тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. Читайте также, прокурор потребовала новый пожизненный срок для националиста Тихонова по версии следствия. Все фигуранты причастны к убийству судей Мазгарсуда Эдуарда Чувашова. Собственно, это одна из причин, по которой уголовное дело было передано из столицы в суд Подмосковье. Дело должно было рассматриваться первоначально в Мазгарсуде, но Верховный суд РФ передал его в МОСАБЛ суд. Дело слушается коллегии присяжных, которую по различным причинам долго не могли сформировать. После оглашения обвинительного заключения Баклаген и Волков с мнением прокурора согласились частично. Они признали убийство, но настаивают, что не входили в Борн. Тихомиров полностью отрицает свою вину. По данным правоохранителей, участники организации в период с 2008 по 2011 год убили трех участников антифашистского движения, а также совершили убийство и покушение на убийство нескольких граждан неславянской национальности, в том числе чемпиона мира по тайскому боксу Мусульма Абдулаева.